Алло, здравствуйте. А мне Виктор нужен пинчук. Он тут. А где? Дайте трубку ему. Говорю, он тут. Ну, дайте трубку ему, раз тут. Говорю, это я. Ну так, нет, вы так не говорили, вы говорили тут. Забыли уже, как говорили? Алло. В чём у вас вопрос? А это вопрос, когда будем это работать или чё делать-то? Вы звонили мне? У меня есть сейчас деньги, надо инвестировать. Я вам не звонил. Не, вы мне звонили. Это который пиздюк или пинчук там, кто там? Помните меня? Алтына, кайлая, та что голова. Я ещё в хоре пою, помните? Вы мне звонили, а потом перестали звонить, а у меня это сейчас деньги на карте есть, надо это вкладываться. Отлично. С какой суммы хотите приступить? А с какой надо, у меня много есть. Мы это челка продали, закололи, сейчас деньги есть пока, а то потом не будет опять. Ну, хотелось бы, чтобы... Какие у вас цели? Вы хотите больше сейчас обучиться или же заработать? Если заработать, то... Думаю, 200-500 долларов, для того, чтобы за этот месяц заработать 40 тысяч рублей, вам будет более чем достаточно. А мы телка продали, но нам рублями дали, а не долларами, а мы в долларах не это не принимаем. Сколько рублей так в рублях надо? Посмотрите, сейчас посмотрю, сколько. Сколько это будет в долларах, в рублях точнее. Ну, мы телка за 100 тысяч продали, хватит? Сколько? За 100 тысяч телка продали. Да, смотрите, здесь, чем у вас будет больше средств, тем больше вы сможете купить активов, и тем больше будете зарабатывать. Потому что, если вы будете инвестировать, допустим, те же 100 долларов, а ваш доход будет где-то ходить между 30% и 50%, то вы заработаете 50 долларов со 100. Если же вы будете работать с большой суммой, то вы будете этот процент в эквиваленте денежном тоже больше зарабатывать. Вот сейчас я смотрю, что такое, допустим, 500 долларов, это 50 тысяч рублей. 500 долларов, это 50 тысяч рублей, да? Да, ну, 577. Ну, что это дорого? Ну, курс рубля такой. Ну, а какой? Можем попробовать с 20 тысяч поработать. Это сколько долларов? 230. А что так дорого-то меняете? Это у вас больше 100 рублей получается за доллар? Я сегодня в банке была, деньги, когда на карту складывала, там было что-то написано 78 или 79, что-то такое. Но даже 80 не было. Это вы правильно говорите, потому что курс национального банка, он всегда немного ниже, нежели тот, который... Не, я по национальному банку смотрела, я по Сбербанку. Не, зачем ваш национальный-то банк? У нас есть вот Центробанк. Так, Сбербанк это и есть банк-кастодиан, который, в принципе, является национальным банком, то есть он государственный. Ну, это центральный банк, это... Подождите, центральный это центральный банк, а это Сбербанк? Это то же самое, что... Как вы говорите, какой там банк? Национальный? Ну, да. А, ну я не знала. И что, у них курс неправильный, что ли? Нет, у них курс немножко меньше, так как это курс государственный. То есть это курс, который не относится к криптообменникам, потому что криптообменники за то, что обменивают валюту, понятное дело, будут получать свою наценку. Поэтому у них курс немножко больше. Но выгоднее менять доллары в рубли, когда уже поработаете, когда заработаете, выгоднее будет менять непосредственно через криптообменник, потому что на данный момент времени сейчас 1 доллар, это 86 рублей. Вчера этот 1 доллар стоил 84 рубля. Позавчера он стоил опять 86. То есть варьируется цена постоянно. Сейчас такой курс у нас нестабильный, поэтому можем рассмотреть для вас формат работы. Какая сумма для вас подходит, с какой суммы вы хотели бы начать? Ну, меня это в делках закололи, продали, там 100 тысяч выручили. Ну, я это оставила бы на семью, и 50 у меня тогда могу выделить. Ну, 50 это будет очень хорошая возможность. Это будет 500 долларов, 578. Плюс я смогу за вами закрепить бонус доп. ликвидности. Это как это? Я не понимаю. Какой бонус? До 20% получите в первой сумме депозита. То есть если вы вносите 578 долларов, то у вас при учете того, что будет еще бонус на 20%, это получается, что у вас будет еще на балансе 115 долларов. То есть в общем вы заработаете, сразу будете иметь на своем инвестиционном кошельке, у вас будет в общей сложности 693 доллара. То есть это та сумма, которая позволит вам хорошо начать, то есть быстрый старт, так сказать, и у вас будет в пользование 5-7 активов. То есть если бы приступали со 100 долларов, вы бы имели в пользование 2 актива. То есть, как правило, 1 актив дает доходность от 10%. То есть здесь у вас будет возможность зарабатывать до 70%, если использовать фондовый рынок и компаний, которые заняты здравоохранительным сектором. То есть те, которые не связаны с финансовой деятельностью. А, это это, больницу деньги давать? Ну, не в больницу, просто через биржу инвестируете в фармацевтическую компанию и покупаете частичку компании, и храните акции уже у себя на торговом счету, и ожидаете просто повышение цены или же повышение дохода в компании. Но, как правило, наш аналитический отдел эти все вопросы предусматривает. И, тем более, если вы будете с такой суммой приступать, тогда у вас будет возможностей больше. Помимо того, что под вас создадится инвестиционный портфель, который будет вам принести пассивный источник прибыли, помимо этого будете еще отрабатывать сделки краткосрочные. Поэтому, поэтому вот так вот. Ну, я мало чего поняла, и вы сейчас как будто не со мной разговаривали, да? Что делать-то надо? Нужно пройти регистрацию в личном кабинете хеджевого фонда, там создать торговый счет, и потом в Play Market скачиваете платформу MetaTrader 4, Play Market. Знаете, что это такое? У вас на телефоне магазин приложений на Android. Ну, это где? Там скачивают программы разные, да? Калькулятор там, вот это. Да-да-да, Google Play. А, ну да, есть такое. Вот, там скачиваете платформу официальную MT4, и после этого, когда скачаете платформу, мы с вами синхронизируем ваш торговый счет с личного кабинета, с вашей торговой платформой, и приступаете к работе. Да, ну а сейчас-то что надо? Надо, скажите, что надо сейчас делать. Сейчас вам, вы сейчас дома? Ну да. Заходите тогда на сайт. Давайте я вам сброшу ссылочку в WhatsApp на страничку регистрации личного кабинета. Ну хорошо. Я там с вами. Все, смотрите, у меня сейчас будет обед через 18 минут. Давайте свяжемся с вами через полтора часа. После обеда вас перенаберу и уже приступим к регистрации. Я не смогу потом уже. Потом уже поздно будет. Мне там надо будет корову дарить, потом муж придет с работы ужин готовить. Понял. Хорошо. Тогда сейчас с вами приступим. Да, давайте сейчас лучше. Да, в WhatsApp я вам сейчас сброшу ссылочку. Так, с номера сейчас вас добавлю. Вы пока что можете заходить в браузер или же в WhatsApp переписку все-таки. Я вам сейчас спрошу. Вы мой номер добавляли к себе в контактную книгу? Ну я не знаю. Ну вот у меня есть номер вот в WhatsApp и ваш. Смотрите сейчас. Написано Виктор Пиздюк. Это Виктор написал. Сейчас вам сброшу ссылочку и по ней перейдете уже пройдете регистрацию. Так, сообщение от меня вам пришло в WhatsApp. А я не знаю. У меня тут разговор ваш есть. Мы с вами разговариваем. Вот портрет ваш. Это в очках парень. Да, это вы же? Ну конечно. Ну вот. А как перейти, я не знаю. На громкую связь поставьте меня. Внизу есть динамик у вас там. Ну да. Значок динамика. Нажмите на динамик, чтобы у вас была громкая связь. И нажмете потом на стрелочку влево, в верхнем левом углу, чтобы свернуть шторку разговора. Мы будем с вами на связи, но вы будете видеть переписку. Так, это стрелочка. А вот это стрелочка, да? Сейчас. Да. А, вижу. Написано печатает. Вот, да. Вот я вам сбросил ссылку. Заходите в переписку. Нажимайте на мой номер, на мою фотографию. На фотографию нажимать? О, обратно вернусь, да. А вот фотография увеличилась. Закрывайте фотографию, переписку вы видите. А тут крестика нет, как закрыть? Протяните, коснитесь к фотографии, протяните или вверх, или вниз, чтобы она у вас свернула. Она не двигается. Стрелочка есть в левом верхнем углу? Вот сейчас появилась. Все, отлично. Заходите в переписку. Ага. Так, это вот это, да? Х, Т, Т, П, С. Вот это, да? Да, клиент Ария. Да, вот это, да, которая. Ссылка синенькая, да? Надо такую набирать. Да. Да, нажимайте на нее. Не, нажимать не могу. Это я еще знаю, это на браузере буду набирать. Это, да, Х, Т, Т, П. Так, это вот это, С. Потом двоеточие, да? О, тут цифра 6 набирается. А как двоеточие сделать? А давайте, вы сможете скопировать просто эту ссылку? Зажмите, нажмите на ссылочку, и там сверху у вас высветится копировать. Так оно в телефоне все равно будет. А мне надо на компьютере. А, вы на компьютере будете. А, тогда перепишите просто, да. Ну, вот я переписываю. А я хочу вот это вот, две точки где, после С. А я набираю ее, она 6 цифр. Смотрите, вписывайте вот это. Вот так вот напишу. А, вот так надо, да? сейчас стеру. Так. Да, CA. DL Global Advisors. CA? Да, да. Точка. Ой, что-то, какая-то палка получается. Так, это не та. Точка. А, вот точка. Ой, экран погас. Так, господи. B, L, G. B, L, G. Опять L. O. B, A. L. Что-то сбилась я. Так, бал, AD. V, I, C, O, R, C, . . . . . . . . И можете нажимать, да, и сразу нажимаете Enter. А, можно, да, сразу? Палку не надо уже, да? Да, можете не вписывать. Ну, хорошо. А, что-то, да, грузится вот этот значочек, галочка сирененькая. Да, отлично. Внизу, смотрите, у вас сейчас будет, вы на компьютере, правильно? Ну, да. Отлично. Смотрите, у вас есть сейчас страница для входа. Welcome, login to SS, your account. Есть, да? Нажать внизу. Вот, внизу, видите, синяя кнопка, есть Sign In. Ага, вижу. А, ниже, у вас есть регистр here. В синем цифре там выделена часть надписи. Регистр here, есть, а, here, есть вот этот. Надо на регистр или на here? На регистр. Написала? Ой, это нажала. Тут что-то по-английски. Теперь у вас высветилась куча из Let's Get Start. Правильно? Я не знаю, тут много букв, да. Вот это, ну, наверное, да, похоже, как вы сказали. В первое поле вводите свое имя, во второе фамилия, в третье имейл, которому имеете доступ, ну и номер телефона. По-русски надо или по-английски? По-английски желательно, чтобы потом без ошибок подвязались ваши данные в торговую платформу международную. Да, ну, сейчас попробую так. Ал, ти, на, и. Так. Это вторая фамилия надо, да? Да, да. Так. Ой, сейчас, секунду. Алло, вы тут? Да, конечно. Ага, так, та, та, ло, ло, ва. Ага, написала. Так, а дальше что это? Адрес, это, это, электрическая почта, да? Да, да, да. Так, и, а телефон, да, надо свой? Да, 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 контактный номер телефона. Ага, сейчас. Адам, потом еще какая-то, это промо-коди. Промо-код вводить, я вам, за вами закрепляю 20%, то есть, к первой сумме депозита вам будет начислено еще плюс 20%, то есть, если это будет сумма 577, то у вас там начислится около 190 долларов. А что написать-то надо? 2, 5, 5. Ага, так, нажимаю, да, вот это, регистр. Да, сейчас нажимаете регистр, потом убираете промо-код и еще раз нажимаете регистр. После этого подвяжется ваш промо-код. Ага, нажала. Все, отлично. Что теперь видите перед собой? Ой, тут чудо-значков много. Личный кабинет видите, отлично. Давайте сейчас таким образом поступим. Я вас сейчас ознакомлю с тем, что здесь, за что отвечают. Первое, что вы видите, слева у вас, видите, есть my profile, ваше имя, фамилия, not verified, нужно будет в дальнейшем верифицировать аккаунт. Дальше у вас есть платформа, профиль, dashboard, banking, verification, trade history и так далее. Сейчас у вас открыт раздел dashboard. То есть, этот раздел вам позволяет просмотреть статистику ваших торгов. Первая ящейка – баланс, то есть сумма вашего баланса. Ком-пенел, вторая – это сумма ваших заработанных средств по истечению торгового дня. Кредит – это средства, которые перекрывает компания для того, чтобы вы могли купить определенный пакет активов. Депозит – это сумма последнего депозита. Это количество открытых сделок. Ну и раздролл – это сумма последнего вывода. Также можете сверху обратить внимание, есть у вас временные периоды. All last year, this year, last month, this month и так далее. То есть вы можете выбрать… А это по-русски можно как-то сделать? По-русски? А то, что я не понимаю ничего, то, что написано. Там написано «последний год», «этот год», «последний месяц», «этот месяц». А тут по-русски написано? Я понимаю. Вам, в принципе, здесь нужно будет только просматривать статистику. В принципе, этих трудных слов никаких нет. Просто вверху у вас отображаются временные периоды. То есть вы можете выбрать статистику за год. Например, выбрали last year и смотрите статистику за последний год. То есть оцениваете свои успехи по торгам за один последний год. Или же можете выбрать неделю, день, месяц и так далее. Так, теперь что нам нужно? Для того, чтобы нам создать торговый счет, вам нужно сейчас нажать на аккаунт Endwallet, тот, который находится под дашборд. Слева, видите, у вас дашборд выделен синим, снизу есть аккаунт Endwallet. А, ну что, такое есть? Да, следующее, после синий. Да, аккаунт Endwallet. Есть? Да, это нажало. Нажимаете аккаунт теперь. Нажало? Отлично. И теперь нажимаете «create a new account». А, вот сверху, которое, да? Да, да, да. Ага. Отлично. В первой строке выбираете leverage 1,2,1. А это что такое? Это торговое плечо, которое вам будет позволять осуществлять фьючерсную торговлю. Это что такое? Покупое плечо? Что за анатомия какая-то? Это когда вы покупаете одну акцию, и при покупке одной акции у вас распределяется доход на 100 акций. То есть это такое, как кредитные средства. Как правило, мы это не используем. Только с опытными клиентами, которые уже имеют опыт непосредственно на фьючерсах. Ну, об этом вы уже пообщаетесь с аналитиком. Так а тогда не надо мне, я же неопытная. Мне тогда и не надо использовать. Ну, вы наперед просто выбирайте, чтобы в дальнейшем могли уже курировать этим. Чтобы просто создать торговый счет, выбирайте самое минимальное плечо. Но по нему торговать вы не будете в первый период. А, можно просто так написать, да? Leverage нажмите и выберите 1 к 100. Ну, выбрала, да? Да. И во второй строке выбирайте аккаунт type стандарт. Ага. Отлично. И нажимайте save. Нажал. Отлично. Торговый счет наш с вами создан. Нам нужно выжить... Нет, пока еще крутится. А вот что-то все перестало крутиться. Что видите перед собой? Аккаунт, аккаунт type, leverage platform, паспорт, правильно? Ну, вот это сверху, да, как вы сказали. Все, отлично, отлично. С этим мы разобрались. В дальнейшем сейчас скачаем торговую платформу. Сейчас давайте с вами осуществим депозит. Нажимайте на банкинг. Это где? Слева у вас. Там, где аккаунт and wallet, значок доллара и банкинг будет написано. А, нашла? Нажимай, да? Отлично. Да, нажимайте на банкинг. Ага. Отлично. Здесь вот в этом разделе банкинг вы сможете осуществлять как и пополнение депозита, так и вывод средств. А, то есть сейчас нам нужно депозит. Выбирайте в строке метод. Видите, у вас есть метод. Не, я пока не вижу. Здесь по-английски все. Ну, вот депозит, сверху есть подпись, а снизу есть метод. А, вижу, да? А так же, как и по-русски, только по-другому. Да, нажимайте туда и выбирайте крипто-каренси. Это что такое? Криптовалюты. А у меня нету никак... Это что такое? У меня нету таких. У меня только рубли на карточке. Смотрите, крипто-куренси выберите. Ну, я выбрала, да? У вас справа отобразился QR-код? Ну, квадратик, да, такой, со свинками? Вот. Отлично. Видите, у вас под большим квадратиком есть два маленьких квадратика? Ну, да. Нажмите на них и скопируется у вас адрес вашего холодного кошелька, который мы сейчас с вами будем пополнять. Теперь нажимайте обратно на метод и выбирайте Payment Link. А, ну, что-то... Ага. Отлично. И здесь справа на синюю кнопочку нажимайте депозит. Нажало. И сейчас вас перебросит на сайт онлайн-криптообменника. Один из самых практичных, так скажем. Здесь хорошие комиссии маленькие. И все платежи зачисляются в течение пяти минут. Смотрите, что нам здесь нужно? Видите перед собой, графу отдаете, правильно? Да, тут по-русски написано. Отлично. Вы каким банком пользуетесь? На какой карте у вас находятся средства сейчас? У меня? На это, на Сбере. На Сбербанке. Отлично. Значит, видите, у вас есть галочка. Ну да, вот у вас есть на Сбере сейчас галочка. Нету Сбербанка есть галочка, а Сбера нету. Ну, Сбер это Сбербанк. А, то же самое, да? Ну, конечно, да. В графе получаете. Видите, у вас сейчас галочка стоит напротив биткоина. Вам нужно опустить немножко взгляд и найти первую букву Т в зелененьком кружочке. Тезер ТРЦ-20. А, это которая сверху, да? Да, вот Тезер ТРЦ-20. Там будет у вас три кружочка зелененьких. Нам нужен первый. Ну да, нажала. Нажимайте на него, галочка отобразилась напротив. Ну да. Отлично. Теперь в графе отдаете, вписываете 50 тысяч рублей. Ну да, описать. Отлично. И посмотрите, в графе получаете, у вас отображается сумма 577, запятая там и дальше пошли цифры, правильно? Да, потом 52, 66, 79. Отлично, отлично. Теперь обратите внимание на графу ввод данных. Сейчас вам нужно будет заполнить заявку на пополнение. Там, где видите предпоследняя строка, ваш Тезер ТРЦ-20 кошелек, нажмите туда правой кнопкой мыши и вставьте то, что скопировали только что в личном кабинете. То есть свой холодный кошелек. Так, еще раз, куда скопировать, что нажать не поняла? Смотрите, у вас есть вот данных, там есть у вас ФИО владельца карты, номер карты Сбербанк и ваш Тезер ТРЦ-кошелек. Ага. Вот Тезер ТРЦ-кошелек, вставьте то, что копировали ранее. Ага, поняла, сейчас. Вставили? Нет, еще. Отошла сейчас, я свернулась. Так, что-то вставить вот сюда, да? А кнопкой, да? А, что-то вот много букв появилось, каких-то цифр, букв. Отлично, отлично. Ничего там не трогайте. Все, кошелек вы вставили, отлично. Теперь в первую строку вводите свое ФИО, то есть фамилию, имя, отчество. Можете на русском вводить. Ага, сейчас. Фамилию просто, да, надо? Да, да, да. Ага. Имя и отчество тоже. Ага. Тавстагова, Алтына и Акаевна. Отлично. Ага. Номер карты Сбербанка, ту, с которой будете осуществлять оплату. Ага, сейчас. Сейчас найду ее, возьму. Ага. Так, скажите, когда видите номер карты, я ожидаю. Сейчас. Ну что там? Навожу. А может сделать громче, пожалуйста. Что громче сделать? Музыку. Потому что коллеги перекрикивают. Это я не вам. Ой, я не люблю музыку, когда это. Лучше пусть коллеги говорят, нормально. Ну, окей. Тогда будем делать так, как вам будет выгоднее. А номер карты вписали? Сейчас почти. Так, 94, 17. Ой, что-то не нажалось. 94, 17, 33. Ой, опять мимо. 33, 86. Так, да, вела, все. Алло. И теперь, и теперь вводите почту. Алло. Ага. Ввели номер карты. Номер карты ввели. Ну, да. Хорошо, теперь имейл введите. На него придет квитанция оба плате. Ага, сейчас. Ага, ввела. Отлично. Отлично. Проверьте, пожалуйста. Ваш Тезер ТРЦ кошелек. Правильно вы ввели? Ну, я сама не вводила. Ну, я сама не вводила. Вы сказали скопировать, а потом нажать ставить. Ага. Все, 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 нормально. Я думаю, вы его правильно ввели. Теперь нажимайте перейти к оплате. Я соглашаюсь с правилами обмена и перейти к оплате. Ага, хорошо. А, да, вот тут какое-то подтверждение. Да. Подтверждайте, перейти к оплате нажимайте. Но потом ничего не делайте. Сейчас я вам расскажу, как быть дальше. Да. Что теперь перед собой видите? Номер заявки есть у вас? Да. 89-48-20. Оплата заявки написана. Как еще раз номер у вас там? 80 сколько? 89-48-20. Отлично. Смотрите, у вас есть время на осуществление транзакции с банковского счета на реквизиты, которые указаны внизу. 20 минут. Смотрите, внизу у вас есть реквизиты и номер карты. Видите там? Вот это 22-02. Это что, такая карта какая-то? Ну я не такого делаю. Тут что, какая-то ошибка? Нет, это правильно все. Это реквизиты, на которые вам нужно будет сейчас осуществить оплату. То есть вы заходите в Сбербанк онлайн и делаете перевод с карты на карту. На сумму 50 тысяч рублей ровно. Ни копейкой меньше, ни копейкой больше. И указываете реквизиты, которые у вас отображаются сейчас перед вами. А это что за карта? Чья она? Это карта онлайн-кассира, которая вам конвертирует в средства, в доллары на торговый счет. А что за кассир? Где он этот кассир находится? Что-что? А где кассир этот? Кто за кассир? Этот кассир, онлайн-кассир, который работает непосредственно в обменнике вот этом крипта.цц. А где находится адрес, скажите? Это у нас в городе находятся они где-то, да? Тут рядом, на Комсомольском, на Чаразгуркино, наверное, да? Там у нас центр самый. Ну, в центре, да, точно есть. Поэтому не переживайте. Тут самое главное, чтобы вы сейчас успели осуществить... На Чаразгуркино, да, они там находятся? Ну, я вам точно не скажу. Это нужно смотреть информацию, ну, по адресу точно. Поэтому... Так это в банке каком-то, да, на кассир? Заходите в свое приложение банка. Просто вам нужно осуществить транзакцию по этим реквизитам. То есть осуществляете перевод со своей карты на карту онлайн-отменника и уже ожидаете зачисления на свой торговый счет. А, у меня нету приложения банка. Вы не пользуетесь Сбербанком? Сбербанком пользуюсь. У меня карта Сбербанка есть, и там еще счет есть. А переводы с карты на карту как делаете? Ну, я никак не делаю. Мне обычно, если переводят только, но смс приходит. А я никому не перевожу. Зачем мне это надо? Это я это когда... Ну, надо что-то кому-то мне перевести. Они мне переводят. Я им номер телефона даю. Они мне по номеру телефона переводят. А я никому никогда ничего не перевожу. Зачем это? Кому переводить-то мне? Никому переводить. У меня муж обычно мне переводят там или еще там. Вот, например, это больница, где я работаю, там на подарки собираем. Вот я обычно мне доверяют на подарки собирать. Они мне скидывают, смс приходят и все. Я понял. Как вы сейчас осуществите оплату своего торгового счета? А я не знаю. Вот как скажете вы? У вас есть возможность сейчас скачать Сбербанк онлайн, зайти в свой личный кабинет и осуществить перевод? Ну, давайте попробую. Все, заходите в плеймаркет, качайте Сбербанк онлайн. Так, сейчас это у меня... Так, у нас разговор продолжится, если я перейду, да? Не оборвется? Не оборвется, заходите. А, хорошо. Так, это Google Play, да? Да, да, да. Что надо набирать, что искать надо? Сбер? Сбер онлайн. Сбер онлайн. Ага. Так, тут что есть у нас? Банки России, онлайн все банки, Мирпэй, банк онлайн сравни все банки, банк онлайн все банки России, Приднестровский Сбербанк, Сбербанк, Тинькофф онлайн банк. Нету... Сбербанк онлайн. Нету такого. Первая у меня банки России, онлайн все банки. Смотрите, у вас, у вашего супруга есть 50 тысяч рублей на карте сейчас? А я не знаю, но, наверное, есть. Вы сможете ему перезвонить, спросить ему реквизиты карты, которые отображаются у вас сейчас на странице перед вами, чтобы он осуществил этот перевод? А он не даст мне такие? Нет, он не даст. Тогда скачайте... Ну он скажет, а зачем, а что, а почему, надо разобраться там, что-то такое вообще. Ну так, когда скачивайте Сбербанк. Ну так, а где его взять-то, вы мне сказали, вот Сбербанк онлайн, я набрала Сбербанк онлайн. Вот банки России онлайн, все банки. Мирпэй. Выбирайте. Банки России онлайн, все банки. Ну Сбербанк онлайн приложение. Ну нету такого, я же говорю, я как вы мне сказали, набрала Сбербанк онлайн. И вот он мне предлагает, что, банки России онлайн, все банки, потом Мирпэй, потом банк онлайн, сравни все банки, И потом он банк онлайн все банки России. Приднестровский сбербанк. Я вот вам все диктую, что есть. Смотрите, смотрите, а если вы через терминал будете осуществлять оплату, вы сможете наличными средствами осуществить оплату? Это терминал это какой-то? В банке, да? Ну, или в банке, да, или где-то в магазине. Ну, я не знаю, я так не делаю, но можно попробовать, если вы мне скажете, как. У вас деньги в наличных есть в 50 тысяч рублей? Нет, зачем, у меня тысяч 3 есть, там в кошельке и все. Сейчас, секунду. Я вам сейчас покажу, как должно выглядеть. А, смотрите, заходите тогда в сбербанк через браузер, пишите в браузере, создайте новую вкладку в браузере и зайдите на сайт Центрального Сбербанка. Ну, сейчас. Сейчас экран потух, сейчас опять снова сделаю. Это не тот, как пароль ввела. Сейчас. Написали? Нет, я еще захожу, у меня потух, он как, вот уснул бывает, да, если вот какое-то время, там, 2 минуты не работает, экран тухнет, и надо заново пароль вводить на компьютере. Понял. Сейчас я, да. Что-то с первого раза не получилось. О, сейчас получилось. Так, что надо ввести? Сбербанк, думаю. Раз. Так, а тут уже, да, вот оно есть, онлайн.сбербанк.ру. Да, сбербанк.ру. Ага. Так. Логин, пароль. А у меня нету. Смотрите, вам нужно, значит, пройти здесь регистрацию Сбербанка. А как? Для этого вам нужно нажать сейчас. Так, чтобы вам точно подсказать сейчас. Так. Сейчас. Секундочку. Так. Сейчас у меня проходит здесь со страницем. Нажимайте переводы. Что нажимать? Переводы, наверное. Вы уже перешли на сайт Сбербанк.ру? Ну да. Все, нажимайте переводы по России. А куда-то? Здесь там. Вот, переводы у вас есть. Нету, у меня есть логин. Вход по номеру телефона. Пароль. Продолжить. По номеру телефона. А, и свой номер телефона надо, да, сюда? Да, да, да. И на него придет ваш фонд. Вы его потом вводите в фонд, в который там нужно будет. И уже заходит в технический фонд. А, ну сейчас. Ой, опять что-то не... А, 0875. Не туда нажала. Так, и что? А пароль придумать надо, да? Так, смотрите, внизу у вас есть зарегистрироваться. Ага. Или же... Ой, я уже нажала. Да, зарегистрироваться, зарегистрироваться. Ага. И здесь вводите свой номер карты. И продолжить нажимаете. Ага, хорошо. Так, 94. Ага. И нажимайте. Так, тогда код подтверждения должен, да, прийти? Да, на ваш номер телефона придет смс, поэтому не пропустите. Да, я смотрю. А сразу должен прийти или потом? Ну, должен сразу прийти, да. Ну, нету пока ничего. В течение двух-пяти минут пришло, да? Нету пока. Ничего не приходит. Вы же номер карты пили тот, по которому у вас подвязан номер телефона. Ну, вот эта, которая, у меня карта есть, у меня одна только карта. Ну, эта карта подвязана к вашему номеру телефона, который у вас сейчас... А шо ты ее знает? Я не знаю. Мне выдали карту, и все. Тогда ожидайте, должно прийти. Ну, жду, да. Ну, нету чего-то, ничего. Я понял. Ну... Это интересно, конечно. Вы номер, вы карту получали на какой номер телефона? А я не помню уже, я давно ее получала. Вы сейчас сможете перезвонить в Сибербанк, узнать, как вам зайти в личный бюджет? Ну, да. Номер знаете, горячая линия? А, вот на 900 надо, да, позвонить? Да, да. Ну, хорошо. Перезвоните мне, когда дозвоните с ним, узнаете, как вам прийти регистрация. Ну, хорошо. Все, я ожидаю вас. Ладно, давайте. Алло, алло, это Алтенай. Мы вот разговаривали с вами. Я сейчас в банк позвонила, мне объяснили все. Что сказали? Они мне сказали, что эта карта у меня на другой номер была оформлена. Поэтому так не получится, как хотели. Вот мы это, потому что код приходит на ту зимку, которой у меня уже нету. Это мне надо пойти в банк с паспортом. И чтобы это заявление написать, чтобы они поменяли номер телефона у себя в базе. И тогда можно будет зарегистрироваться. Так сказали? Смотрите, вы можете... Это надо ногами идти туда, пешком. Долго идти? Ну, это если своим пешком идти, то где-то минут это 20, наверное, 30, может быть. Смотрите, сможете снять средства с карты и наличными средствами уже через терминал осуществить оплату. Ну, наверное, да. Или же в кассе Сбербанка просто осуществим перевод по этим реквизитам. Только заявка уже сейчас будет недействительна, 400 минут в 10, потому что всего 20 дается. Поэтому, когда будете в банке, созвонимся с вами и я вам продикую реквизиты или же сброшу их в WhatsApp. То есть сам создам заявку уже за вас, потому что вы будете в банке и уже осуществим оплату. Так это сейчас надо идти? А сейчас уже поздно, они же до 6 работают. А сейчас у нас почти пол шестого уже. Я пока соберусь, пойду, они уже закрыты будут. А у мужа можете попросить? Ну, скажите, что у вас на карте, просто нужно сейчас перевести знакомому, скажите, чтобы у него не было никаких... Ага, знакомому, если сказать, он мне вообще ноги вырвет и голове приставит их, и что? Знакомому, он мне так тут недавно спалил почти. Ну как спалил, я ничего плохого не сделала. У меня это, тут сосед у нас новый был где-то с полгода назад, или с год может быть, и он начал захаживать к нам. Ну как, по-соседски сначала, то сахар попросить, то говорит, приходит утром в субботу, когда как раз мужа-то нету дома, он на смене был. Говорит, это соседка, будь добром, я тут блинчики собрался печь, а у меня ни лиц, ни муки, ни сахара, ничего нету, дай. Ну и вот он так ходить-ходить начал, а это муж потом узнал, и опыт, он так накостылял, чуть не убил его, и меня чуть не убил. Я вот поэтому симку-то поменяла, потому что, чтобы он не назвал его, мне сосед больше, я вот сейчас вспомнила, почему я телефон-то поменяла. А то симку выбросила, вот ножницами порезала и выбросила. А если я сейчас скажу, что знакомому перевести мужа, он сразу подумает, муж, что я тому мужику собираюсь перевести, а я ничего не собираюсь, я даже знать не знаю, как зовут-то его. Он, может, и правда хотел блинчиков печь, а я не знаю, что он ходил, может, и хотел печь, а может, и ко мне ходил. Тогда завтра свяжемся с вами. А когда, во сколько, давайте договоримся? Ну, набирайте меня в полдесятого, в десять. По-моему, да, времени? Ну, не спите уже, да, рано начинаете работать? Ну, по Москве в десять, можете набирать. А, ну хорошо. Ну, хорошо, ладно, сегодня уже ничего не получится, да? Ну, к сожалению, да. Только если у вас есть или у знакомых, хотя это сумма. Ну, пятьдесят тысяч, да кто даст так? Я бы не дала быть пятьдесят тысяч никому. Я эти три тысячи тоже никому не дам. Я, знаете, как это, возьмут и не отдают. Или потом говорят, отдам и не отдают, или меньше дают. Или там один у меня там занимал тысячу, а потом принес вязанку дров. Мне куда дрова, у меня газовое отопление. Он говорит, нет, соседка, возьмите дровами. Он дрова спер с работы, он там в котельной работает. Или дрова, или уголь, я уж не помню. Принес мне, говорит, на вот тебе на тысячу. А мне куда его? Он говорит, ну мне по барабану, я что, я вот тебе дадал углем. Иди продавай, хочешь на рынок, можешь даже дороже продать. Ну, вот так я не хочу так. Понял. Остановитесь, пожалуйста. У меня нет времени сейчас вот это все слушать. Простите, пожалуйста. Но я вам просто объясняю, что это не просто так вам, если у вас друзья. Может быть, вы мне займете? Я не могу точно. Я вам точно отдам. У меня угля нет, я углем точно не отдам. Вы шутите надо мной? Какое у вас время? Сколько у вас от Москвы? У нас 4 часа разницы. 4 часа разницы. То есть у вас сейчас пол... Ну, полшестого почти уже, да, вечера? Вот вы сейчас за полчаса, я думаю, успеете туда дойти и это все осуществить. Ну, не, я пока не могу так, потому что мне надо собраться, одеться. Я пока дойду, мне только полчаса идти надо будет. А там же еще в банке там что-то надо делать. Там очередь электронную, все. Они уже закрываться начинают, там без пяти уже заканчивают новых принимать. Ну, смотрите, если хотите успеть, то успели бы. Если не хотите, на завтра перенесем просто, да и... Ну, давайте на завтра перенесем, я же не против. Я вам сразу сказала, давайте на завтра. Вы что-то, да, там, не можете ничего сказать точно, сегодня или завтра? По своему времени набирайте завтра мне в 2 часа дня. По нашему московскому это будет 10 часов. Ну, хорошо. Все, тогда завтра буду ожидать от вас звонка в 14.00 по вашему времени. И уже завтра с вами приступим. Хорошо. Все, на связи. Сегодня сброшу вам сигнал, попрошу у аналитического отдела предоставить проверочный сигнал, чтобы вы тоже понимали... А что это такое? Что сегодня были... Ну, сделка, на которую сегодня бы ориентировались. То есть, чтобы понимали, что могли сегодня уже заработать. А, ну, хорошо. Все, да, тогда до завтра. Ладно, я завтра позвоню вам обязательно. Все, на связи. Хорошо, до свидания. Ладно, что я вечером. Да. Алло. Алло, здравствуйте. А, здравствуйте. Как вы, как окошила? А это кто? А, на фотографии Виша Пиздюк, да, вчера разговаривали. А хорошо? Да, Виктор, Виктор, да. Да, Виктор Пиздюк, да, я помню вас. Сходили уже в банк? А нет, еще пока не сходила. Сейчас вот, да, скоро вот в обед соберусь, пойду. Только я не помню, что там надо делать-то, я забыла. Я вам все расскажу. Смотрите, вам нужно будет пойти в офис просто, в банк Сбербанк, прийти и с человеком банка, специалистом банком, пообщаться по поводу того, чтобы вам изменили финансовый номер. То есть вам нужно... А, точно, да, я вспомнила, да, надо поменять, чтобы вот этот на новый был. Да, 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 чтобы они вам поменяли на этот номер 0875, по которому сейчас общаемся с вами, чтобы вы смогли принять код при регистрации на свой номер телефона. А, ну да, помню, да. Я помню. Да, желательно, чтобы вы это сделали до обеда, конечно же, потому что будут... А до обеда уже не получится, уже второй час времени у нас уже обеда с 12 часов. Ну, я понял, понял. Смотрите, потому что вчера сбрасывал вам результат сделки, заработали на одной только сделке 80%. Очень печально, конечно, что вы не успели, но все же сегодня тоже будут похожие сделки. И желательно, чтобы мы это все сделали до 16.30 по Москве, так как будет начинаться торговая сессия, чтобы мы просто успели все без спешки организовать, чтобы вы уже приступили к работе в полном комфорте, чтобы все было по полочкам разложено. Поэтому, ожидая от вас сообщения или же звонка, буквально сколько вам нужно времени? Два-три часа, правильно? Ну, где-то так, да, но два, наверное... Наверное, два, да. Отлично, отлично. Тогда договорились. Еще раз, вам нужно прийти в Сбербанк и поинтересоваться, как поменять номер телефона, для того, чтобы вы смогли зайти в приложение Сбербанка. И по возможности можете их попросить, чтобы они вам помогли скачать само приложение Сбербанка. Ну и, в принципе, этого будет достаточно. А, ну хорошо. Хорошо, ладно. Все, на связи, я вас ожидаю. Ага, хорошо. Отлично, на связи. Все, я позвоню потом. Алло. Да, да, да. Алло. Еще раз, здравствуйте. А, здравствуйте. Вы уже в банк сходили? Ну да, сходила. Получилось у вас все сделать? Ну да, но там это договор заново там переделывали, там номер телефона, там новый сказали будет. Все, так вы поменяли на вот этот номер телефона, который у вас сейчас. Ну, ну она сказала, да, вот теперь этот будет обработаться все и будет. А сколько времени нужно? Ну она сказала, где-то в течение суток должно уже у них там базы все это сделаться. А вы пробовали уже заходить в Сбербанк? Нет, еще не пробовала. Можем сейчас попробовать, если сейчас еще не обновились ваши данные там в банке, скачаем тогда торговую платформу. Я вас ознакомлю с торговой платформой, потому что вчера это не сделали, чтобы уже так тоже ознакомились с платформой и уже будем ожидать потом, если еще ничего не обновилось. Поэтому сейчас можете зайти или же на сайт Сбербанка через браузер, или же если вам скачали уже в Сбербанке само приложение, тогда можете через приложение в банке на телефоне заходить. Не, она не смогла мне там скачать, она говорит, у меня телефон это старый какой-то, в общем оно не скачивалось. Сказала, не будет, не будет тогда другой телефон, у меня другого нету, только вот этот вот. Понял, ну тогда может быть тогда, когда подзаработаете, обновите телефон, тогда заходите через браузер. А мне не надо этот нормальный телефон, вот и говорит, хорошо по нему. Понял, ну тогда заходите через браузер сейчас, пишите Сбербанк. Вы через компьютер будете заходить, правильно? Да у меня нету другого, ничего. Отлично, тогда это еще будет более удобно, потому что компьютер намного для работы подходит больше. Ну, зашла? Зашли, да, Сбербанк написали, правильно? Где написать? В гугле или же в яндексе. Ну я написала, я уже зашла, вот на этом, на сайты. Все, Сбербанк онлайн открыли. Ну да. Теперь вам нужно нажать войти, там у вас есть кнопочка? Войти нету. Нету. Вы перед собой видите сейчас онлайн.сбербанк.ру сайт, правильно? Все, правильно, тут еще палочка и потом какие-то буквы еще. Угу, хорошо. Ну такая палочка, как падает она направо. Так, сейчас прогрузится у меня. Ожидайте, секундочку. Сейчас я вам подскажу. Нет у вас там кнопки войти по номеру телефона? Ну сейчас посмотрю. Есть вход по номеру телефона, да? Вот, отлично. Теперь вписывайте номер телефона, или же нет, по номеру карты. По номеру карты. Вводите номер карты свой и потом на ваш номер телефона, который должен... А нету только номер телефона или вход потом по логину? Тогда по номеру телефона попробуйте. Ну сейчас. Так, вот этот новый, да, номер надо, который сейчас у меня? Да, да, да. Нависала? И пароль какой-то, у меня нет пароля? Пароль, а внизу у вас есть там кнопка войти по карте? Нету, есть. Запомнить меня, продолжить. Так, секундочку, я сейчас просмотрю, чтобы точно вам подсказать. Побудьте на линии пару минут, сейчас я гляну. Так, смотрите, у вас есть внизу зарегистрироваться? Есть, да. Вот, отлично, нажимайте туда и теперь вписывайте номер карты. Да, ну сейчас. Угу. Ну, смотрите, чтобы толкий ящик не откладывать, в принципе, в новом времени займём. Более удовольствие, что у вас... Давайте... Ну, вписала, да. Хорошо, теперь нажимайте продолжить. Нажала. И сейчас, если придёт код, тогда уже ваши данные обновились, и всё будет отлично. Давай, смс должна быть? Да, да, да. Ну, нету пока. Угу. Я понял. Хорошо. Если сейчас не придёт в течение двух-трёх минут, тогда, если будет у вас возможность, сможете набрать им на горячую линию по номеру 900? И... Что сказать? Уточнить, когда могут подвязаться новые данные ваши. Ну, хорошо. Что нужно зайти в личный кабинет сейчас, и уточните, чтобы по времени, как у них было. Ну, ладно. По возможности отпишите мне сейчас. Я сейчас закончу на работу с клиентом, ещё с одним, и вам перенаберу, уже скачаем с вами платформу, и я вас ознакомлю с самой платформой. Ну, хорошо, да. Всё, отлично. Вы пока что перенаберите, и напишите мне, когда свяжетесь с ним. Ну, хорошо, ладно. А что написать? Напишите, что вы уже с ними связались, и чтобы я понимал, что я могу вам уже перенабрать. А, ну, хорошо. Всё, на связи. Ладно, до свидания. Алёна, я позвонила. Она говорит, это, ну, должно быть, но уже, может быть, если нет, то будет попозже, наверное. Проверить потом, ещё сказал, вечером. Понял, понял. Смотрите, если хотите сегодня успеть на торговую сцессию, я могу вам предложить или же снять средства с вашей карты и пополнить наличными через терминал. Просто наберёте мне, когда будете возле терминала, и я создам заявку в режиме реального времени, и уже вам предъявлю реквизиты для осуществления пополнения счёта своего. Такой вариант вам. Как? Можем таким образом поступить. А на какую сессию надо? Это экзамены какие-то или что-то? Я ничего не готовила, уже не учила. Нет, нет, нет. Это именно торги сегодня будут. Уже сегодня... А где торги будут? Какие торги? Через торговую платформу. А какую? Сделка будет... Сделка будет... Я вам всё скажу, всё расскажу. Просто сейчас нам нужно с вами осуществить оплату... Нет, вы мне сейчас скажите, а что оплачивать-то надо? Я, может, не выучила, так и не сдам сессию? Вам сессию сдавать не надо. А что надо делать? Что сдавать? Вам нужно положить ваши 50 тысяч рублей на ваш торговый счёт, чтобы вы сегодня уже заработали первые деньги свои. А где он это? Что это будет? Это будет сделка сегодня по компании, которая занимается здравоохранением. Компания, которая разрабатывает аппараты для проведения УЗИ. То есть это переносные системы такие. И вот сделка вчерашняя отдала 80%. То есть вы бы сегодня с этих 50 тысяч рублей заработали около 40. А что за компания? Какие аппараты? Что-что? Что за компания? Я говорю, какие аппараты? Компания называется Биотехнологи. Ну понятно. А где счёт-то будет? Счёт будет, помните, мы вчера с вами регистрировались. У вас уже личный кабинет создан, и торговый счёт тоже создан. А где этот счёт-то находится? А счёт-то это где? Сайт, помните, вы вчера... Ну это же не банк сайта, а не банка? Так вам банк не нужен. Вам нужно сейчас пойти... А счёт-то где будет, не поняла я? Он уже есть, этот счёт? Да, в личном кабинете. А, ну мне надо это просто реквизит этого счёта. Я это скажу кассирше, она пополнит, я ей подам, но вот на бумажке напишу. Реквизиты там, вот эти все, банк, биг какой там, что ещё надо? Да, наберёте мне, просто скажете, когда будете в Сбербанке. Хорошо, я в режиме времени создам заявку, и уже подойдёте к специалисту, и уже осуществите по этим реквизитам. А, у вас сейчас нет этих реквизитов, что ли? Моих реквизитов нету сейчас? Вам нужны сейчас, вам сейчас они не нужны, потому что вы не успеете просто дойти до банка. А как не успеют-то? Я всё равно уже успею. Ну реквизиты-то они никуда не деются же, они же всё время будут. Вот у меня это, банки сейчасные, все реквизиты, они как и вчерашние, и раньше, и раньше, и все были вот такие же, как сейчасные. Я понимаю, но вам же нужно со своего счёта перевести средства на другой счёт, чтобы осуществить перевод, и чтобы пополнить свой другой счёт. А с какого со своего? С Сбербанка? Ну конечно. А на другой на какой? Это тоже мой? На Сбербанк, только на Сбербанк онлайн-кассира, который вам уже осуществит конвертацию рублей в доллары, чтобы вы смогли сегодня уже купить первый актив. Так а там у нас кассиры есть, они сделают там это, у них там даже курс мы вчера смотрели же, что лучше, я кассира попрошу, там она сделает. Смотрите, давайте будем делать так, как работает компания, просто этот вот принцип работы, он уже с опытом, уже очень хорошо показывает себя, и это очень практично. А почему практично-то, это же не выгодно, у вас там курс дорогой, а там у вас в Сбербанке подешевле будет. Тоже кассир там есть, живой кассир, она это её проверить можно, она там настоящая сидит. Смотрите, мы осуществляем перевод с вашей карты на карту онлайн-кассира на криптообменнике. Это человек, который имеет в своём пользовании ресурс доллара, который вам просто при получении ваших рублей, вам уже пополняет ваш торговый счёт. А счёт там где находится? Вы мне дайте реквизиты, я сразу ей дам эту бумажку с реквизитами, она мне переведёт, и всё, и в кассе в банке. Да, вот так вот и сделаем. Ну да, но вы мне сейчас продиктуете, чтобы там-то не писать, а то у меня там и сумка, и куртка, и это неудобно будет. Вы там просто не успеете. А куда спешить там, никуда не спешим же, но я нормально напишу. Так не успеете, потому что время заявки 20 минут. 20 минут даётся на то, чтобы осуществить платёж. А почему так долго? Это мало наоборот. А, ну да, наоборот, недолго. Потому что не только мы будем менять ваши рубли на доллары, потому что людей там очень много. Не, вот поэтому я говорю, что у нас в кассе, у нас банк маленький, народа там нету. И у нас в кассе в отдельной комнате сидит, там со дверью такой, и если никого не пускать, можно там дверь закрыть изнутри. Можно сколько угодно там с ней все дела делать, и поменять валюту, и там и счёт, и со счёта, и всё, и никто туда не зайдёт. И даже стучаться они не будут. Их охранники выгонят всех. Смотрите, мы можем сделать так, как я говорю, чтобы всё было хорошо, чтобы мы нигде не ошиблись, и чтобы всё было по плану, по которому работает компания, уже не первый год. То есть я, в свою очередь, гарантирую вам, что всё будет отлично, если мы будем поступать таким образом, которым я вот советую. У вас мобильный интернет есть? Если вы будете в банке, я вам позвоню через WhatsApp. Мне лучше по телефону звонить, потому что у меня там плохо ловит на улице интернет. Всё, всё, хорошо. Тогда через сколько вы будете в банке, чтобы я вам перезвонил? Ну, если я сейчас пойду, то через, ну, полчаса буду. Всё, давайте тогда я вам через 30 минут перезвоню. Ну, хорошо. Всё, я, вы будете в банке через 30 минут в 12.00 по Москве. Нет, ну, по Москве, наверное, у нас будет, это, 4 часа. Да, 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 всё. И в 4 часа мы с вами встречаемся, я вам перенабираю и создаю заявку, и уже вы осуществляете оплату. Окей? Ну, хорошо. Всё, через 30 минут вас перенаберу. Хорошо. На связи. Ну, только на такой телефон. Алло. Алло, алло. Да, это Виктор. Алкина, вы уже вышли, да? Да, я уже иду. Смотрите, я вот только что почитал, если через кассу осуществлять перевод, он может длиться, там, от 10 часов до 24. Ну, да, да, я бы сказал, да, бывает время, там надо, чтобы дошло, да? Я знаю. Я вам предлагаю, чтобы вы сняли просто в кассе наличные, и уже, когда будете возле терминала, будем осуществлять через терминал оплату, уже всё и сделаем. То есть вам нужно сейчас просто снять сумму 50 тысяч, и когда будете уже готовы, я вас перенабираю, и уже создаём заявку, и через терминал осуществляем оплату. Ну, хорошо. Хорошо, сколько вам ещё идти? Ну, ещё минут 10 надо, наверное. Может, чуть больше. Хорошо. Всё, тогда я вам перезвоню через... или же перезвоню... ватсап сможете мне? Нет, у меня не работает этот ватсап. На улице не работает, только дома. Понял, тогда давайте через... Ну, работа ещё иногда работает, если там подключится. Понял, понял. Тогда через 10-15 минут вас перенаберу, постарайтесь уже, чтобы... Ну, хорошо. То есть вам нужно сейчас просто снять средства, чтобы у вас они были в наличных, и уже тогда я вас перенабираю возле терминала, с вами встречаемся, создаём заявку и осуществляем оплату. Окей? Ну, хорошо, да. Всё, 15 минут, я вас перенабираю. Ладно, хорошо. Алло, да-да-да, это Виктор. Алло, да-да, здравствуйте. Уже справились? А, чё справилась? 7 дней здесь? Нет ещё пока, вот только подошла. Всё, ожидаю тогда. Сколько вам нужно будет времени ещё? Ну, минут 5-7 с половиной. Понял. Там у вас терминал рядом будет? Ну, это банкомат, что ли, да? Ну, терминал, да. Терминал, чтобы... Ну, какой терминал? Ну, банкомат, да? Ну, да, чтобы уже потом вы смогли наличные средства в терминал или же в банкомат уже вставить, чтобы пополнить счёт. Ну, банкомат есть, да. Всё, отлично. Вы сейчас находитесь в центре города, правильно же? Ну, да. Всё, хорошо. Тогда я вам через... Всё, через 10 минут тогда вам перенаберу. Ну, хорошо. Всё, ожидайте. Да, хорошо. Хорошо. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, кто это? Меня зовут Максим. Я представляю юридическую компанию Iron Rules. Наша компания оказывает юридическую поддержку людям, которые пострадали от действий брокера. Скажите, был ли у вас ранний опыт с брокерскими компаниями? От кого пострадали? Мы пострадали, да? Что? От кого пострадали? Мы пострадаем постоянно. Ничего мы не продаём. Я менеджер юридической компании. Нет, я сразу пострадал, мы постоянно страдаем от чего-нибудь. Теперь мы у вас страдали, и завтра страдать, наверное, будем. Жизнь-то страдания. Всем поможете. Алло. Ну, я вас понимаю, сейчас жизнь у всех страдания. А, психологическую поддержку оказываете, да? А сколько, почём? Ещё раз повторите, не слышу. Вы, да, психологическую поддержку оказываете, да? Почём? Смотрите, стоимость наших услуг, после того, как на ваш счёт вернутся ваши финансы, вам будет предоставлено 5 банковских дней на оплату наших 15% вне зависимости от суммы выплаты. А, ну, хорошо, пусть поступает. Вас плохо слышно, повторите, пожалуйста. Я говорю, хорошо, пусть поступает. Хорошо, говорю, хорошо. Вы будете с нами сотрудничать? Ну, буду, наверное, да? Хорошо. А подскажите, какая у вас возникла ситуация с брокерскими компаниями? У меня с разными компаниями разные ситуации бывают. Вот вчера помидоры ходили, отбесили. Я-то потом вернулась, дома взвесила. А там, она меньше, чем надо было, почти на полкило. Я вернулась, я говорю, ну, надо деньги вернуть. Я нормально ей сказала, даже не ругалась. Она говорит, нет, ты помидорки две вытащила, и у тебя стало легче просто, это дома осталось. Ну, я что, я начала скандалить, ругаться, там свидетели должны быть, ну, у нас надо найти и жить, да? Ну, в общем, она мне вернула, но всё равно меньше, как будто за одну помидорку, а не за две. Вот, надо бы с ней разобраться, тоже пострадали. Так, хорошо, а подскажите, с какой брокерской компанией вы работали? А это да, это все такие. С какой брокерской компанией вы работали? Ну, с разными. Ну, можете сказать название компании? Ну да, там, пятёрочка, элова, гниц, ещё там, это всё, гусы, хосмас. Ещё раз повторите медленнее, пожалуйста. Элова, пятёрочка, элова, гниц, хосмас, там вот работала. Сейчас работает процесс СМС. Говорю, как называлась ваша брокерская компания? Ну, у меня своей-то нету, я ещё нету, у меня не своей. Я по найму. Как называлась брокерская компания, с которой вы сотрудничали? Ну, я бы вам уже сказала, вот эта, пятёрочка, магнит, там, Росперехоз, масса, ВСМП. Алё? Да, да, я вас слышу. А какую вы сумму туда инвестировали? Ну, там по-разному бывает каждый день, по-разному бывает, там, тысячи две, бывает, десять тысяч, бывает, рублей на пятьсот, чё-ничку пить. Так, извините меня, вы в «Петёрочке» работали? Ну, я в разных работала, да, и там работала. Алло? Смотрите, это магазин продуктовая, не брокерская компания. Алло? Ага. Говорю, это магазин продуктовая, а не брокерская компания. Ну, а я-то откуда знаю, вы спросили, я ответила. Хорошо, извините, хорошего дня, до свидания. Ну, я обращаю вас, да, пока. Угу. Алло, алло. Да, 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 ну что, сняли уже средства? Ну, да. Отлично, тогда вы уже возле терминала, правильно? Ну, нет, я не знаю, что такое терминал, банкоматы тут есть, и там вход-выход. Ну, возле банкомата. Ну, да. Все, отлично, смотрите, тогда нажимайте перевод по номеру карты. Ну, сейчас подождите, тут еще люди. Тут очередь. Хорошо, 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 я тогда заполняю заявку пока что. Отлично. Хорошо. Там очередь у вас большая? Ну, тут два человека передо мной. Понял, ничего страшного. Понял, понял. А я так понимаю, вы из Барнаула, правильно? Алтайский храй? Нет, ты из улика Алтай. Угу. Понял. Интересно, интересно. А почему? В Москве не была никогда? А что там мне делать так? Да, пока что где, в Москве? Не знаю, просто посмотреть достопримечательности, погулять, отдохнуть. Нет, у нас тут лучше красиво, но тут примечательностей больше. И погулять ездить, где что? Ну, где же вам у вас гулять-то гулять-то у вас ездить, там, это гарри, машин много. А у нас природа красивая, речка, лес, шишки. Ну, по природе это, конечно. Вы шишки любите кедровые? И шишки, да, и шишечное варенье, тем более. Ну вот. Если пробовали, да, то же варенье. Нет, варенье не варим, мы это, у меня муж шишку снимает по осени и продаем. Понял, понял. Ну, это прикольно. Нет, это не прикольно, это опасно, там ничего смешного нет, но это хорошо, денег приносит. Ну, опасная работа, но я о том, что в Москве... Ну, да, да, вот одному там, это, сбивали шишка, и шишка прям сверху по голове, там прям это, вот это, где родничок у человека, знаете, вот там, детемечка, родничок, и вот там прямо у него это, череп маленько раскололся, но чуть-чуть незаметно, а потом делали мероты, и там увиделись, и там у него сколота. Но все в порядке с ним? Ну да, да. Но это не у мужа моего, это там, кто с ним работал, другой. А, ну слава богу, что не ваш муж. Не, не, у меня муж в каске работает специально, такая, знаете, как вот это, на велосипедах ездят вот, такие каски, потому что шишка может упасть, а она сверху, когда падает, то это может и убить насмерть, если там в нужное место упадет, на висок, например. Ну да, да. Так что там ничего прикольного нету? Неприятно, неприятно, да. Ну, я так понимаю, у вас работа другая, не такая опасная. Это самое главное. Ну, у меня нет, я не занимаюсь сишкой. Ну вот, это уже хорошо, потому что не подвергаетесь опасности. Я понял, что там у вас по очереди? Ну, уже это, только тут знаете, что написано, вот я смотрю из-за плеча, тот человек, там это, он, этот банкомат, чеков не дает, пишет, что бумаги нету, закончилось. Без чека предлагают, и надо там отказаться или согласиться. Я без чека не хочу, мне чек нужен. Ну, вам придет в питанце об оплате на почту, потому что я... Куда? На какую почту? Почтальон принесет? Да, нету пенсию, когда понесет, и это, и почтальон, это, Михайловна принесет? На электронную почту придет квитанция об оплате. А никогда не приходила, а что придет вдруг? Я же ее указал при заявке. Ну нет, не надо такую, чтобы это, от Бирбанка пришло. Вот эта квитанция, что я вот отправила, вот туда, вот и все, мне, да, терминал не дает, давайте лучше в кассе заплачу. Там мне квитанцию дадут. А у вас рядом есть еще банкомат? Где-то, другой. Ну вот это в банке и все. Давайте в кассе лучше заплачу, мне нормальный чек дадут. Просто я уже создал заявку, и чтобы успеть спокойно на сделку, можно сейчас осуществить Сбербанк. Ну давайте вот по заявке по вашей, какие там реквизиты мне скажите, я это в кассе. У меня вот бумажечка с русичкой, если я взяла, я запишу в кассе по данным, там, этой женщине, которая в кассе. И она все проведет и мне квитанцию даст. И я мужу потом эту квитанцию покажу. Давайте через терминал, квитанция нам не нужна. Мне нужна квитанция, потому что мне надо мужу показать ее, что я это внесла туда на счет деньги. Он не поверит, скажет, что я что-то купила себе или промотала. Она вам придет на электронную почту. Мне от Сбербанка нужна квитанция. Так она вам придет на электронную почту. Нет, раньше не приходила никогда. Ну раньше-то не приходила никогда на почту. Ну я вам говорю, как работает, как работает. Там вот этой матери, когда я перевожу деньги, вот это тоже, когда через этот банкомат ничего не приходит, банкомат квитанцию дает и все, на почту ничего никогда не приходило. Почему сейчас-то придет? Потому что вы никогда не пополняли торговый счет. Поэтому я же знаю просто, как это работает. Нет, давайте я у Катира спрошу, придет или не придет, чтобы точно быть. Потому что если я мужу не покажу квитанцию, он спросит, где деньги. А что я скажу ему, куда делать деньги? Если вы сотруднику банка скажете, что вы пополняете торговый счет для того, чтобы работать на бирже, то они вам скажут, чтобы вы заполняли данные для того, чтобы вы оплачивали комиссию не 0,2, а 14% в банк Сбербанка. Я не буду столько оплатить. Я заполню, оплатить не буду. Если они поймут, что вы будете зарабатывать на бирже, а если ваши доходы будут большие, то вам нужно будет просто оплачивать налог. А я у них тогда сейчас спрошу, я не буду тогда платить. Я просто спрошу у них, придет квитанция на почту от них или не придет. Но никогда же не приходило, а сейчас вдруг почему-то придет. А почему сейчас-то придет, а раньше не приходило. Я вот переводила деньги, маме переводила деньги, оплачивала и в магазине продаю. Это самое, продавцу деньги, ну как, когда покупают какие-то продукты. Ничего не приходило. А что сейчас поменялось? Сейчас приходят? Вчера не приходило, ничего. Ну смотрите, я вам предлагаю, как оно будет... Ну мне квитанция нужна, ну тогда это позвоните в банк, пусть они это... Ну вы скажите им, что поняли, это ленту кассовую загрузили тогда в банкомат. Пока я тут-то. Так вы скажите в банке, чтобы там пополнили этот банк бумагой и все, скажите, что там нет уже чеков. Ну они знают, наверное, потому что вот у девочки ходят какая, вот из банка, которая, если что, там спросить у нее, там помочь, там бывают бабки старые, там не могут за квартиру банковать и заплатить. То есть она помогает, она видит, вот она тут, она видит, надо у нее спросить тогда, когда ленту... Да, спросите, когда ленту сделают. Не отключайтесь, просто спросите, спросите сейчас, не отключайтесь. Ну сейчас прошу, сейчас она подойдет, лучше я к ней подойду. Сейчас. Просто смотрите, там если нету чеков тоже, то у вас это придется... Ленту не дают, а так могу вам она и для лента, и не заживала, и все. Ну это когда-то, в году-то? Ну спросите. Алло. Да-да-да. Ну она говорит, со вчерашнего дня нету ленты, сзу хода привезут. Ну она говорит, ничего страшного, если не надо вам чек, а то платите, а если надо, то в кассе. Она так сказала. Вы если оплачиваете, если там нет чеков, то у вас отобразится все равно квитанция на экране терминала. А что я сделать-то должна с ней? Из этой квитанции-то она же не сохранится в этом терминале. Я вот АМХ возьму, ему же что-ли привезти? Вы ее сфотографируете просто и все. А не смогу, у меня камера разбита на телефоне с другой стороны, вот там где-то, ну, глазики вот эти. Телефон упал, ну, давно уже, давно, но я не пользуюсь им, и поэтому не надо, он не фотографирует, он так мутно-мутно делает, и все, вот как в белом, просто, и это, ну, ничего. Ну, кнопка работает, так делает, и все при фотографировании. Тогда давайте, если вы сегодня хотите приступить к работе, тогда давайте сделаем так, как я вам предлагаю. Ну, мне квитанция нужна, а как я фотографирую-то чем? Ну, попросите, чтобы вам ее сфотографировали. И что? Главное, будет у кого-то другого? Так и что? Это квитанция. Ну, вы хотите сегодня заработать? Ну, так оно у кого-то другого будет, кого нету, или-то мне надо к знакомому идти. Потом же мне мужу показывать надо, я этого мужика домой-то не покажу, который за это фотографирует. Вам ее в WhatsApp скинут. Ну, а если не скинут, я сейчас проверить-то не могу, у меня вот, я ни-то интернета нету. Это банка попросите, чтобы вам он сфотографировал и сбросил. Ну, я сейчас попрошу, если согласится, она сделает. Сейчас я должна спросить. Все, давай. Ну, подождите, сейчас я спрошу. У нас 10 минут после ягодства осталось. Ну, подождите, я сейчас спрошу. Сейчас она подойдет, она вот там занята бабушкой какой-то, помогает или что? Сейчас. Все, давайте тогда сейчас осуществлять оплату, она подойдет и сфотографирует. Ну, если не согласится, надо сначала спросить, а потом, потому что может и не сфотографировать, скажет, не в хоз, мои обязанности или что-нибудь еще всякое бывает. Надо спросить сначала. Я не буду, мне надо мужу показать чек. Я готов записывать, диктовать реквизиты. Ну, вы не диктуйте реквизиты, если что, я пойду в кассу с ними, я пока, эта девушка, вот занята, я пока так летаю, давайте реквизиты запишу, у меня по-моему, такая ручка тут есть, ручка. Алтинай, вы понимаете, что заявка всего лишь на 20 минут. Ну, давайте, вот я сейчас записываю и все, и спрошу, если что, в кассу пойду и заплачу. Вы не успеете просто. Не, нормально, там нету никого сейчас народу. 10 минут осталось. Ну, все, да, вы говорите про 20, тут 10, а это потом опять было вчера, думаю, это не надо 20. Так я ее создал 10 минут назад. Ну, так давайте быстрее диктуйте, я умею быстро писать, давайте быстренько, быстренько диктуйте. Так вы не успеете потом оплатить, потому что реквизиты не успеете. Ну, так не успеете, конечно, если вы мне не продиктуете. А если мне девушка скажет, что нельзя, то это надо квитанцию идти платить в кассе, я тогда не успею, потому что снова надо вас будет раздать, когда вы будете мне диктовать. Лучше сейчас диктуйте, а девушка там освободится. Вы можете меня понять? Я хорошо вас понимаю, да? А вы, да, понимаете? Да, я вас понимаю. Если вы через 20 минут пополняете, больше, чем через 20 минут осуществляете оплату по этим реквизитам, ваши средства просто в никуда уйдут, потому что заявка выйдет из срока годности. Ее нужно будет новую создавать. На новую создать видео, даже не сложно, вы там быстро это делаете. Ну, давайте быстрее диктуйте, я быстро-быстро запишу, мы время теряем. Но я быстро напишу сейчас, и все, и пойду в кассу тогда сразу, не будем девушку ждать, когда она освободится, а то она там с бабушкой что-то за квартиру платит. Давайте быстрее, я пишу уже, все, я готова. Записывайте. 22.02. 22.02. Можете быстрее говорить, я быстрее могу писать. 22.02. 76.27. 76.27. 24. 24.03. Продискуйте еще раз, я проверю. 22.02. 20.52. 76. 27.24.03. Нет, 22.02. 20.60. А, 62. Не 50. Да. Хорошо, правильно. 76.27. 24.03. Еще раз, продиктуйте. 22.02. 22.02. 262. 262. 262. 27.27. 24.03. Еще раз, продиктуйте. Еще раз надо, да? 22.02. 262. 262. 262. 27.27. 27.0. 24.03. Хорошо, правильно. Еще раз надо? Нет, все, все верно. Да, все, давайте. Это что за цифрю, то что не означает? Алло? Алло, да. Ну, давайте, да, здесь, продиктуйте. Или вот этого хватает? Все, больше не надо ничего? Все, по этому номеру карты осуществляете платеж на 50 тысяч. А это на кого это будет? Фамилия, имя, отчество там? Что это? Оно высвятится у вас при переводе. Где у меня-то? Я в кассе буду оплачивать сейчас. У меня-то нигде не будет. У меня там же стекло, у меня там свой компьютер. Она спросит обязательно, на чье имя. Через терминал мы с вами договорились, чтобы... Да нет, я не могу через терминал, тут нету этих квитанций, я не даю эти терминалы. Мне надо мужу показать эту квитанцию. Вы понимаете, что она... Ну, я не знаю, что вам еще сказать. Ну вот, я же вам подсказываю, но вы не знаете, а я вам подсказываю. Я подсказываю вот это самое, о чем надо сказать. Мне надо сказать фамилию, имя, отчество, отмельце, карты. Это моя касса. Ну, я молчу вообще. Ну, я вообще молчу, я ничего не говорю. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Если вы хотите сегодня заработать, нужно сделать так, как я вам советую. Ну да, вы же спрашивали меня уже. Я вам сказала, да, уже несколько раз. Так, как я советую нужно сделать. А, ну вот я так и делаю. Все, вот у меня фамилия, имя, отчество, это и все, и я пойду в кассу. Все хорошо, делайте так, как вы читаете нужным. Так, а я не смогу сделать, пока это фамилия, имя, отчество не будет. Алло. Я вам говорю еще раз. Если вы будете осуществлять оплату через терминал, ваши средства не поступят сегодня в течение, там, получаса, в течение пяти минут, как это может случиться через терминал, через банкомат. Ну, ладно, значит, надо... Вы сегодня не успеете на сделку. Ну, значит, завтра успею. Поэтому вам нужно сейчас питанцию сфотографировать. Да что вы встречите-то так? У вас там волоса же повыпадают из носа. Ну, у вас из носа могут волоса повыпадать, и даже сзаду... Вы что так кричите-то? Да я не перебиваю, я вообще молчу. Ну, а что у вас там, это... Ну, у вас там наушники, часть труху, вы посыпятся, и все, и волоса высыпятся все. Открикаю. Алло. Вы можно сказать? Да, конечно, говорите, я же ничего не говорю, я молчу и вас слушаю внимательно. Значит, подходите к специалисту и просите, чтобы она вам сфотографировала квитанцию, которая у вас отобразится на экране после оплаты, и она вам эту квитанцию сбросит через WhatsApp. Ну, подождите, я у нее сейчас спрошу, она так сделает или нет. Ну, подождите, сейчас она вроде освободилась, вы будете тут сдать меня, да? А сейчас девушка, девушка, вот, да, это, свободный, да? А это, у меня вот надо, да, вот, на банкомате, когда я деньги переведу, вот, мне надо эту квитанцию, это, ну, как ее, фотографировать? А у меня телефон не фотографируется, вы можете мне фотографировать и мне телефон или там, это, как-нибудь отправить в WhatsApp? А почему нет-то? Ну, я же попрошу, если хорошо. А если 40 рублей, я куда? Ну, почему нет-то, ну? Ну, в кассе-то, говорят, нельзя, вот у меня этот, тыдюх на телефоне говорит, нельзя, в кассе надо только тут. Ну, я не знаю, сейчас я спрошу. Алло? Алло? Ну, она говорит, нет, не будет она это делать, это ее личный телефон, и это номер свой светить, она не хочет, чтобы мне пересылать. Рабочего у нее нет специально такой услуги. Тогда я вам, тогда я вам ничем не смогу помочь. Ну, почему? Нет, давайте это, работайте, завтра успеем тогда. Вы мне дайте просто фамилию, имя, отчество, и завтра успеем, это же лучше, чем никогда, если завтра там будем. Вы сейчас в банкомат, через банкомат осуществляете оплату или никогда? Ну, я как это никогда, я хочу это сегодня сделать, вот сейчас там в кассе никакого народа нету. Но банкомат сейчас опять вот у два человека, опять же, он третий, вот уже подошел где-то какой-то. Все, до свидания. И бумаги нету, нет, подождите, эй, пиздюк. Алло? Алло? Алло, да, добрый день, меня зовут Аркадий Новоград, звоню вам из организации Global Advisors, занимаю должность финмониторинга. С вами только что общался наш специалист по работе. А, пиздюк, да? Да, я знаю. Да, общался только что с вами, соответственно, видим по системе, есть какие-то трудности в, скажем так, моменте оплаты. Ну да, у него трудности большие, да. У него, ну, возможно, у него трудности большие. Может быть, эмоционально нестабилен был сегодня на работе, но, соответственно, я как финмониторинг могу вам помочь совершить все платежи и разослать все квитанции. Скажите мне, пожалуйста, какую проблему. Хорошо, а какие квитанции разослать? А я нет, ну, что за квитанции рассылать надо? Смотрите, вы же с менеджером договаривались о какой-то сумме пополнения. О какой сумме идет речь сейчас? Ну, вот с этим пиздюком вы договаривались, что 50 тысяч рублей я пополню, да? Я вот сейчас из банка даже не ушла. Не ушли из банка, хорошо, скажите, на каком этапе у вас возникла загвоздка в методе оплаты, скажите? Ну, а у него там загвоздка какая-то, я не знаю, там гвоздь у него где-то торчит, наверное, он зацепился, потому что он мне цифры-то продиктовал, и все, мне надо вкасывать и цифры показывать. А там спросят обязательно это начало имя, а он не говорил какие-то секреты, начал разводить тайны. Ага, я вас понял, хорошо, да-да-да, я вас слушаю. То есть, смотрите, я вам могу предоставить реквизиты, на которые нужно просто перевести средства. Ну да. То есть, я вам могу сейчас создать заявку, одну секундочку. Так, 50 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, как могу к вам обратиться? Алтынай, Алтынай, Акай, ну как-то голова. Очень приятно, очень приятно, меня Аркадий зовут. Так, я создаю заявку в режиме реального времени с финмониторинга. Одну минуту, оставайтесь на линии. Так. Так, одну минутку. А, скажите, пожалуйста. Алло? Алло, я не слышу ничего. А что это замолчали? Алло? Алло, алло, да. Алло, куда-то подевались вы? Я уже собралась уходить. Все нормально. Выращивайся, голода. Все хорошо, все нормально. Смотрите, карту вы готовы указывать для оплаты? Ну, это он мне продиктовал эту карту. Нет, смотрите, то, что он вам продиктовал, вы можете забыть, потому что я не знаю, по какой заявке вы работаете. А я не запоминала, я на бумажке записывала, я не разве их упомнишь все. А, помните, я вас понял. Ну, смотрите, я создал новую заявку, то есть через финмониторинг, чтобы деньги напрямую вам поступили на счет. То есть без каких-либо посредников. То есть я за вами закрепил индивидуальный счет, и, соответственно, по нему мы сейчас будем производить оплату. Смотрите, вы будете отправлять деньги через кассу, либо же вы будете отправлять их через банкомат? Ну, через кассу же, потому что банкомат, и я хотела банкомат, а у него там этой ленты нет бумажной, и он чеки не дает. В последний раз в него дня сказали, чеки не дает, пока сказали, что мой чек надо, все в кассу идут. И все, и проблемы нету никаких, что, я не знаю, он мне не сказал ничего. Ага, я вас понял. А чек, чек вам, я так понимаю, принципиально нужен, да? Да, мне мужу показать надо, что я их никуда не потратила на себя там, или нигде не припратила. А, а кому доказать, прошу прощения? Мужу показать, мужу показать, что вот это я на счеты подправила зарабатывать. Ничего себе, ничего себе. Смотрите, давайте я вам немного упрощу задачу, чтобы... Ну это общие деньги, это муж у меня, это, телка заколол, мясо продал, вот 100 тысяч, когда самое, на мою карту пришли. Да, 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 вы большая молодец, в плане того, что вы на себя берете ответственность и... Да, нет, Олегов, ответственности нет, просто карточку он за лота может потерять или пропить, он мне дал. Понял, 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 хорошо, я вас понял, я вас понял, смотрите, мужу, соответственно, можно показать о том, что деньги куда-то отправились, соответственно, в вашем кабинете будет эта сумма и, соответственно... А у меня нету пока кабинета, я номер телефона сегодня меняла, там сказали, только это позже будет, у меня нету никаких кабинетов, только чек может бумажный и все. Кабинет, вы не поняли, кабинет в плане, финансовый кабинет, в котором вы будете зарабатывать деньги. Это первая транзакция, по которой вы можете индифицировать платеж, вторая транзакция отобразаться будет у вас завтра в вашем личном кабинете онлайн-банкинга, как только у вас сменится финансовый номер. Он меня на завтра с него дня убить может 5 раз и ноги повыдергать 3 раза. Я просто не дождусь, когда оно появится, если он спросит, где деньги. Завтра-то он, знаете, что сделать может? Он же он телка убивает одним ударом, это самое, то меня-то точно раскроит. Он не поверит мне, мне надо сразу ему чек показать, вот как зайду домой, сразу чек ему, да. А вы скажите, пожалуйста, вы сейчас вот эти переговоры в банке обсуждаете или вы где-то вышли? В банке, да. А что такого-то? Ну все знают тут его. Мы тут неподалеку живем. Я вас понял. Я вас, я вас услышал. Хорошо, тогда... Ну он, это добрый, он справедливый просто. Так, я в ни в коем случае ничего страшного в этом нету. Смотрите, тогда что нужно? Подходите к банкомату. А зачем-то тут под кровату подходить? Что с ним делать? Кто-то он. Будем переводить деньги, будем вам деньги напрямую переводить на ваш лицевой счет. А он чеку не даст. Банкомат чеку не даст. Мне тут через кассу только надо. Я понимаю. Хорошо, вы можете и через кассу. Вы можете и через кассу. Смотрите, могу вам одну замечательную вещь объяснить. Смотрите, вы когда совершаете транзакцию, у вас высвечивается информация, то бишь чек на экран банкомата. Снизу у вас есть кнопка «Распечатать». То бишь получить его физически. Ну да. Вы можете его получить в онлайн-форме. Соответственно, вам могут распечатать этот чек. Смотрите, вам нужно отправить и увидеть его у себя на экране банкомата. После чего подозвать сотрудника, и чтобы сотрудник вам просто его распечатал через банкомат. Они умеют это делать. Они не умеют это делать, но она сказала, что бумаги нет со вчерашнего дня. Это ленты. Она нет. Они смогут распечатать. Там даже на банкомате эта информация есть. Она сказала, что если надо чек, то идите кассу и все. Она находится, соответственно, в банкомате. Это лента. Нету ее там в банкомате ленты. Да, я понимаю. Но то, что они будут распечатывать, они будут распечатывать на листе А4 своего личного запаса. Соответственно, это как выписка из банка, то, что вы совершили транзакцию. То есть тут в этом ничего такого нет. То есть если вы об этом не слышали, то это, ну, знаете, не отменяет тот факт, что оно существует. То есть это обычная стандартная процедура. То есть, смотрите, вы совершаете сейчас платеж по указанным реквизитам вашим же. И, соответственно, у вас отображается сразу вся информация на банкомате. То есть она не сразу, ну, не пропадает ничего. Вы ее наблюдаете, зовете сотрудника, говорите, мне эта информация нужна на листе А4, как выписка, что я совершала платеж по реквизитам. Все. То есть все гораздо проще, чем вы думаете. Так еще проще. В кассе она мне сразу даст этот чек и распечатает. Она мне и сказала, вот эта девушка, которая там помогает у банкоматов, и там этим старичкам, что там за квартиру платит. Я же спросила ее, как она говорит, идите в кассу. В кассе все сделать, не отвлекайте. Идите в кассу, значит. Ну вот и все, давайте в кассе, да. Давайте я тогда создаю заявку и, соответственно... Ну давайте. Диктую вам. Ну давайте, да, тут уже это... Время много. Ничего страшного, все будет замечательно, не переживайте. Нет, страшно мне это. Гуси кормить пора уже, идти домой, возвращаться. Гуси у меня там еще не кормлены. Все, все, сейчас одну секунду, одну секунду. Так, я создаю заявку сейчас, чтобы время по ней было. Так, так. Алло, алло. Алло, тут, ага. Да, супер. Супер. Ну вот сейчас она прогружается. Нет, в этом нет ничего необычного. Так в этом нет ничего необычного, все нормально. Ну да. Более чем... Более чем дозволено. Так. Жду реквизиты для оплаты и, соответственно, вам сообщаю. У вас прям бумажка с собой, листочек есть? Ну да, я взяла. Вы знали, что будет такая ситуация, и вам нужно будет записывать. Вы, конечно, знаете... Нет, у меня всегда есть просто об сумке и бумажка, листочек. Мало ли что-то записать надо. Ага, я вас понял. Телефонной книжкой не пользуетесь в плане заметок. Нет, не пользуюсь удобнее. На бумажке, листочке надоест. Это не нужно, если то выбросить и все. Понял. Понял, понял вас. Хорошо. Хорошо. Специфичный вы, конечно, клиент. Но его просто в этом нет. Смотрите. Давайте я вам теперь пройду карту, на которую вы сейчас пойдете и отправите деньги. Хорошо. 22. Сейчас, секунду. Я вам скажу, я вам продиктую. Да. Так, сейчас пишу. 22. Ага. 22.02. Да. 20.62. Ну да. 76.27 потом, да? 14. Нет, нет, нет. 14.45. А что, другая уже, да? Ну, я же говорю, я с финмониторинга напрямую сейчас вам сделаю зачисление и выдам ваш лицевой счет, на который вы переведете. Конечно, карта отличается от той, что вам давал соцсетей. Понятно, но я записала. У каждого своего отдела есть разные, как бы, соответственно, платежные шлюзы. Шлюхи платежные? На диктор. Зачем платежные шлюхи? Какие платежные шлюхи, я не поняла. Платежные шлюзы. А, это что такое? Платежный шлюз, это направление, вида перенаправления денег. Вот есть криптовалютный шлюз, есть шлюз Сбербанка, есть шлюз Тинькоу. Соответственно, каждого... А мне записать, да, надо это? Да, 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 конечно, вам нужно записать ваш шлюз. Записывайте. А, так это, да, шлюз, да, пишу? Так, шлюз. Нет, вы пишете номер карты и на него переводите просто все. Ну да, я пишу, это вот последняя пятерка. Все, да? Мне не хватает. Смотрите, 22, 02, 20, 62, 14, 45, 72, 98. Ну да. Записала? Продиктуйте мне теперь, я проверю. 22, 02, 26, 02, 14, 45, 72, 98. Да, правильно. Да. Идите, отправляйте 50, идите, отправляйте 50. Да, да, фамилия, имя, отчество еще. Сейчас, одну минуту. Сейчас, одну минуту, я заявку подам. Хорошо. Сейчас, не переживайте. Сейчас, не переживайте. Сейчас, не переживайте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 чек на руках у вас вы сейчас где уже находитесь домом я уже домой иду домой идете а почему на улице разговариваете со мной а почему у вас эхо как будто бы вы в комнате сидите я понял вы мне можете сейчас отправить квитанцию нет то что у вас на руках сейчас фотографировать надо хорошо как подтвердить платеж нет как подтвердить платеж мне как я могу понять что вы оплатили вы обманываете скорее всего хорошо то есть если я сейчас поду просто и не буду вас перенабирать то вы в принципе тоже не будете искать со мной выхода на себя я буду вам звонить вы заобещали что вечером там уже начнем что-то зарабатывать так ваши средства не поступят потому что нет чека ну как нет чека да вот он чек я могу вам сделать это найти человека который найдет камеру у себя на телефоне сфотографирует ваш чек и отправит вам ватсап или же как я сделаю 50 тысяч рублей на чеке вы чё как я вам покажу вот если вы говорите правду значит вы должны найти сейчас возможность фотографировать чек но я вам сказала же возможность давайте я в зэк я его заверну чтобы там в зэке не увидели что там это и отправлю в антасропосля века уже придет у меня скажите сейчас я как раз мне в зэка пойду повторяю третий раз только фотография в ватсап вашего чека но у меня нету фотографии у меня нету фотографии фотографии то нету ну значит если нету тогда и не будет зачисления потому что я его физически не смогу если вы мне говорите правду если вы отправили 50 тысяч рублей значит вы сейчас пойдете и найдете возможность получить фотографии повторяю четвертый раз нужна фотография вашего чека в ватсапе повторяю пятый раз нужна фотография в ватсап вашего чека это вы это на вы ватсап называете ничего не поняла вы не обрязывайте еще я вам отправлю с деком и работать будем завтра тогда алло алло вот пришло оповещение что ваша заявка не оплачена потому что вы просто не внесли средства зачем а вы не вносили никакие средства потому что уже пришел отчет о том что оплата не поступила вы не поступила вот вы значит потеряли только что 50 тысяч рублей на ровном месте потому что я вам говорю что есть и я вас не обманываю в отличие от вас оплата нет 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 оплата Вы уже дома? Нет, я вот только подхожу. А на какой улице живете? А то, что, из Гуркина. А, ну, живу я на театральном, переулок театральный, ну, так рядом все, из Гуркина. Это какой город? В Горно-Отальске, вы же спрашивали уже, я вам говорила. Какой город? В Горно-Отальске. Самом. Самом Горно-Отальске живу. Что, не знаете города такого? Я знаю такой город, просто оплаты вашего нету. Чего нету? Ну, так она придет еще вы мне сами или вы что? Мне бездюк сказал, что там уже на несколько дней даже идти, если через КАСП, он предупреждал. Я вам говорю, что оплата не одобрена. Чем не одобрена оплата? Банкам, если нужно, значит, они вернутся, надо в банк вернуться, да, снова? Ну, возвращайтесь в банк. Так я не одобрена-то, банкам моим не одобрена. Не было оплаты. А банку нечего одобрять. Вы не вносили деньги. Я вносила деньги, но по КАСПе если идут, то они идут через КАСП 33 дней, я знаю. Ну, тогда, если они поступят через три дня, все равно оплата никаким образом не одобрится, потому что уже временно заявки исчерпаны. Все. Я вам говорил об этом. Ну, я вам, а что вы нам ведь в КАСП сюда отправили? Так вы сами пошли в КАСП, я вам говорила, отправлять через банкомат. А я вам говорила, почему я не могу, что нам бумаги этой нету, Ленке. И вы мне потом сказали, что через КАСП, ну, хорошо, что я не отдала деньги в КАСПе, но я прям как чувствовала, что это что-то не то. Ну, вот, видите, обманули все-таки. Ну, я не обманула, я не обманула, просто это, пошутила. Ну, я бы все бы незнакомому человеку какого-то деньги переводила. Вы что, вы так всегда делаете, да? Вот вы мне что-то 5 тысяч не перевели, а я должна незнакомому 50 тысяч переводить. До свидания. Ну, до свидания, еще позвоним. Алло, говорите. Алтынай Акаевна, здравствуйте. Вам кто нужен, Алтынай? Сейчас позову ее. Зовите. Алло? Алло? Алтынай Акаевна, здравствуйте. Здравствуйте, кто это? Это Алпакат. Че, кто? Алло? Алло. А кто это? Ты думал, а мы тебя не найдем? А че, нашел что ли, да? А где ты есть? Погаши рукой тогда. Я в окошко смотрю. Ты погаши, если нашел. Ты будешь сосать. Ты будешь сосать. А че ты, я после тебя нечего сосать. Ты все стасываешь обычно сам в одну лозу, в одно горло. А че у тебя там с жопой не то, да? Я не поняла. А че с жопой-то? Ну ты это, пока нет, не ставил ты там, это, с жопой сядь на снег, похолодая, будет и лучше. Там че, геморрой у тебя или че? Ну а это, бутылка лечится от шампанского, хорошо геморрой, говорят. Ты там обратись к парням, они опытом, наверное, там, это помогут тебе. Да ладно, 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 тихо, тихо. А че, ладно, тихо-то, я тихо говорю, я глупо не говорю еще. Вы были записаны и просмотры будут в ютубе. Отлично, да, я знаю, вы тоже будете просмотрены в ютубе. Вы там, это, звезды. Я звезда, и вы звезды. Все вы звезды. Ну че там, нашел меня, да, уже? Алло. А че за тихо-то? Жопу лечишь, что ли? Делся куда-то? Да-да, алло, алло. А че случилось-то у тебя? Куда делся-то? Опять куда-то делся? Плохо слышно, повторите. А че слышно-то плохо? Ну ты это, жопы, усы, ты уши-то почисти. Ну че там, стесняешься или че? Стесняешься, наверное, че-то. А че стесняется, непонятно. Алло, алло, алло. Ну че, че, че? Говори, рукой-то помаши мне, раз нашел меня. Где ты есть-то? Я за твоей спиной. Ну не я за моей спиной, никого больше. Нет, вот ты индивишь что-то, ты, наверное, или обознался, не нашел ты меня. Еще ищи, лучше ищи. Компас может тебе прислать или какую-нибудь, это, вереску-бильевую, чтобы удобнее искать было. Надо? Компас нужен? Компас надо? Ну помаши рукой-то. Я за деревом, вот я стою. А че за деревом-то? Ты стоишь что-ли за деревом? Ну выходи уже, станы натягивай. А, вон тоже, да, там за деревом стоит. Сейчас станы натянет, выйдет, выглядывает. Это ты, да? Ну помаши рукой. Нехорошо статься под деревом. Алло. Ну че там опять? Алло. Натянул станы уже, да? Ну помаши рукой-то. Да, ты тяжесть на себе ощущаешь? Какой тяжесть? Нет, у меня все легко, хорошо. А че случилось у тебя? Я на тебя хуй положил. Ой, да что ты говоришь-то, не затянешься ты. Не затянешься. Да. 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 Продолжение следует...